А в сегодняшнем видео мы сделаем обзор нового проекта, который запускается на лаунчпаде от биржи Binance. Это проект ARKAM, токен ARKN. И давайте мы сегодня разберем в традициях моего канала, чего можно ожидать от проекта, какая будет его цена, исходя из чего можно этого ожидать. Проведем аналогии с предыдущим проектом и для новичков, конечно же, покажу, как участвовать в лаунчпаде, что для этого нужно сделать. Так что все это будет в сегодняшнем видео. Присаживайтесь поудобнее и будем приступать. Сегодня у нас 10 июля 2023 года и вышла новость от биржи Binance, что у нас запускается новый лаунчпад. Для того, чтобы в нем принять участие, нам нужно держать на балансе токен BNB. Как всегда, токен BNB реагирует к цене, поскольку выходит новость о лаунчпаде. И обычно эта реакция в цене на 5-6%. То есть, видите, уже эта реакция произошла. Скорее всего, я не буду забегать вперед. Многое зависит от биткоина, куда идет он, туда идет и весь рынок. Но по факту реакция на лаунчпад уже произошла. И главная задача тех, кто участвует в лаунчпаде, у кого нет токена BNB, вам его купить по хорошей цене. Соответственно, это все, что я могу сказать. Но какая это хорошая цена, решать уже, собственно, вам. Так, мы сегодня будем разбирать проект Arkham. Что это, собственно, за проект? Коротко в одном предложении. Это стартап в области аналитики блокчейна, создающий интеллектуальную платформу, которая предоставляет информацию о различных организациях и отдельных лицах, стоящих за деятельностью в крипторынке. Другими словами, Arkham использует искусственный интеллект для деанимизации блокчейна, показывая пользователям людей и компаний, стоящие за криптовалютными транзакциями. То есть, если мы пришли в криптовалюту за тем, чтобы мы были децентрализованы, то проект Arkham наоборот все делает. То есть, те, кто были децентрализованы, будут открыты и разоблачены, если так можно сказать. Но здесь есть, опять же, палка в двух концов и мы не можем судить, что если придет этот проект и принесет вот эту деанимизацию, не будет ли это лучше в будущем. Да, возможно, это приведет к каким-то налогам, еще другим последствиям, но это приведет к большему приятию криптовалюты, как рынка и индустрии в целом. И, возможно, это отобразится даже лучше, если все будут принимать, и он будет более понятным и прозрачным. Я не стану судить, что лучше. Будем смотреть по ходу времени. В любом случае, это уже происходит. Мы видим, что выходят такие проекты, которые стремятся для того, чтобы быть открытыми и прозрачными, и делать это, соответственно, в криптовалюте. Мы можем, смотрите, что здесь посмотреть. Допустим, вот у нас Виталий Бутерин, и мы можем увидеть полностью его, грубо говоря, кошелек. То, что у него происходило. Здесь говорится, что в базе данных Архам уже есть данные о кошельках всех топов индустрии. Они занесены в один кластер и отображаются все вместе. Вот этот кошелек Виталика Бутерина. И, как на главной странице, мы можем видеть полную информацию о всех кошельках, которые собраны в один кластер. Тут собрано все его активы, график баланса, с каких бирж он пополняет свои кошельки, на какие биржи отправляет, список транзакций в разных сетях и так далее. И можно фильтровать, подать и задавать, собственно, различные параметры в этом всем. Так, смотрите, я открыл Binance Research. И, чтобы это сделать, мы переходим на страницу Launchpad. Я прикреплю на всякий случай ссылку в описании. Если у вас нет аккаунта, вдруг на бирже Binance, и вы пришли сюда из-за проекта Arkhan, потому что он интересен, у вас есть, может быть, токены, и вы хотите их продавать, то ссылка на регистрацию на бирже тоже будет в описании. Чтобы открыть сам Launchpad, его страницу, мы заходим на главную страницу Binance. Здесь есть кнопочка зарабатывать, и кнопочка панель запуска, или же Launchpad. Нажимаем на Launchpad, и здесь будет, собственно, страница уже самого Launchpad. Но, если она уже сейчас, пока что ее нет. Видите, она здесь появится чуть позже. Здесь все Launchpad собраны, которые были и, собственно, будут. Но пока что, видимо, она готовится. Предыдущий проект у нас был Open Campus, и, как ни странно, проводя аналогию, у них идентичные все параметры по запуску с проектом Arkhan. Мы возвращаемся в мой Telegram-канал. Кстати, кто не подписан, обязательно заходите, там будет вся информация, все по времени, буду писать, когда подписываться, что вам делать и так далее. Поэтому, чтобы вы не пропускали, можете подписываться и следить за всей информацией. Смотрите, у нас по проекту Open Campus токен EDU была, его цена 5 центов, было на выходе токенов в обращении 145 миллионов в этом проекте, Arkhan будет 150 миллионов, общий supply 1 миллиард, в EDU токенов был тоже 1 миллиард, и на одного пользователя максимум 300 тысяч токенов, то есть это то, что можно максимум получить. Нужно холдить, конечно же, немалое количество BNB, чтобы получить такое количество токенов. В среднем, что вы можете получить, это примерно 1,5-2% исконяясь той аналитикой, которую я проводил ранее, как я участвовал и считал, что примерно, если у вас там 1000 долларов, то плюс 15 долларов к своему депозиту вы можете, собственно, получить. При том условии, если вы хорошо купили токен BNB, то есть лучше, чем потом продали его, допустим, дороже, но если вы купили дороже, продали дешевле, то это для вас чуть может быть хуже. Так что, поэтому я вначале сказал, что важно, по какой цене купить. Так, ну и это был похожий у нас лаунчпад по параметрам. Смотрим параметры проекта Arkham. Здесь у нас что? Выделено для лаунчпада такое же количество токенов, 50 миллионов, 5% от общей эмиссии токенов в 1 миллиард, и цена тоже у нас происходит, 5 центов, и смотрим, что у нас было теперь по проекту Open Campus. Он у нас вышел по цене примерно там полтора, плюс-минус где-то доллара. Максимально он касался этой же цены, то есть больше цены, чем полтора доллара, не было. Сейчас у нас цена 70 центов на токен EDU, и что можно ждать по токену ARKM? Если посмотреть его твиттер, здесь он очень сильный, здесь 180 тысяч подписчиков, и оценка твиттера 192 баллов, токена EDU было 4 балла оценка. Здесь есть очень серьезные ребята, серьезные проекты, BNB Chain, разумеется, TradingView, TronDAO, PowerSwap, и других перечислять не будем. Собрал же проект, довольно-таки немного, вот у нас был раунд финансирования, и они собрали 12 миллионов. А в инвесторах Coinbase Ventures, Digital Currency Group, потом Peter Thiel, Bedrock Capital, и вот такие вот мы видим, ребята здесь присутствуют. Поэтому, если оценивать ту цену, по какой может выйти проект, то есть в рынке всего у нас будет токенов, давайте мы опустим вниз, вот у нас есть такой график, и в рынке будет 15% токенов, то есть это 150 миллионов, токены EDU было 145 миллионов, чуть-чуть меньше, и он коснулся цены 1,5 доллара. Я считаю, что этот токен, этот проект Arkham, вполне может коснуться даже 2 долларов и выше, то есть от начальной цены это 40 иксов. Довольно-таки, может быть, оптимистичный сценарий, прогноз на две же это рынки, но я считаю, что это в принципе нормально, если учесть вот этот твиттер, вот этих в принципе ребят, то есть проект поинтереснее, чем предыдущий, а по статистике, по всем цифрам, в принципе, они одинаковы, то есть одинаково выходят. И поэтому можно смело предполагать, что проект Arkham будет стоить куда больше, куда интереснее. Вот, так что смотрите, что мы делаем, нужно иметь токены BNB с 11 числа июля месяца, с 3 часов по киевскому времени ночью, то есть до этого времени вам нужно уже иметь токены на балансе, и держать их на балансе одну неделю. У вас будут делаться снимки баланса вашего спотового аккаунта, и на окончании срока, если вы докупали или продавали токен BNB, то есть ваша сумма менялась, то у вас будет выведено среднее число, после чего вы нажимаете кнопочку подписаться, и получаете распределение токенов уже проекта Arkham. По датам, вот здесь все у нас тоже написано, если хотите детальный ресерч, перечитать, пересмотреть все, вот у нас ссылочка здесь у вас тоже будет, то, что открывал вот здесь в принципе я. Так что на сегодня все, такой вот разбор, в принципе проект лучше, чем предыдущий, если коротко резюмировать, 40 иксов здесь коснуться, цена может вполне даже легко, поэтому смотрим и ожидаем, кто держит токены BNB, то вы конечно же участвуете уже без проблем, если на дистанции этот токен держите, и во всех событиях от Binance участвуете. Так что на сегодня все, с вами был Дмитрий, канал Дневник Инвестора, желаю удачи, и увидимся в новых видео.